На канале Абхазского телевидения в эфир выходит новый проект. Это некий диалог с влиятельными персонами политики, экономики и культуры. В программе поговорим о самых главных и важных темах – глазами специалистов. Владимир Валерьевич, здравствуйте. Как Вы поживаете? Актуально сегодня спрашивать, как Ваше здоровье? Спасибо. Благодарю за визит. Со здоровьем все хорошо, точно так же, как и со здоровьем наших коллег в коллективе. Рады Вас видеть. Начнем беседу? Пожалуйста, присаживайтесь. Н-ное количество времени мы пытались запустить новый проект, но, к сожалению, эпидемиологическая обстановка нам этого не позволяла. Насколько я знаю, большее количество сотрудников у Вас уже переболело и сейчас тоже болеют. Скорейшего им выздоровления. И все-таки первый выпуск мы начали неспроста именно с Вас. В конце прошлого года в парламент поступил проект бюджета, который был принят в первом чтении, но так и не прошел в окончательном чтении до сих пор. С чем это связано вообще? В чем загвоздка? Расскажите вкратце. Спасибо за вопрос. На самом деле эпидобстановка значительно повлияла на многие факторы нашей жизни, в том числе не исключая и подготовку проекта бюджета на очередной год. На самом деле бюджет был внесен с некоторым опозданием в парламент. Я об этом уже говорил, там есть объективные на это причины. И бюджет был на самом деле рассмотрен 29 ноября и принят в первом чтении. Это уже второй год подряд, как закон о республиканском бюджете не вступает в силу своевременно. Ну, наверное, здесь есть свои особенности, объективные причины, возможно, и субъективные причины, но нам надо двигаться вперед, несомненно. Это, конечно, усложняет работу, конечно, сложно в таких условиях без принятого бюджета работать. Но, тем не менее, хочу сказать, что законодатель в этом смысле, я об этом тоже часто говорю, предусмотрел и такую возможность при объективных условиях не вступления в силу закона о бюджете на соответствующий год, пользоваться мерами временного управления бюджетом. И вот 11 января текущего года приказом Министерства финансов было принято решение о временном управлении на территории Республики Абхазия республиканским бюджетом. Соответственно, точно такие же решения были приняты и уполномоченными лицами, руководителями государственных внебюджетных фондов. Я просто хочу заметить, что и эти бюджеты государственных внебюджетных фондов тоже не были приняты, только в окончательном чтении, а приняты, взяты за основу на рассмотрение в первом чтении в конце прошлого года. Полагаю, что риски, конечно, они, несомненно, есть, как и при утвержденном бюджете, потому что характер исполнения бюджета сразу не предугадаешь. Но в данном случае мы осуществляем финансирование на основе тех нормативных документов, того законодательства, которое у нас существует. К примеру, мы можем предметно сказать о том, что сегодня финансирование буквально всей бюджетной сферы и всех расходных обязательств нашей страны осуществляется из расчета 1,12 годовых значений 2021 года. Это нам сегодня позволяет осуществлять все необходимые выплаты, в том числе социального характера, ну, прежде всего, социального характера. Приоритетность расходов, она известна уже, вот второй год, это, естественно, расходы на здравоохранение, социальную политику, фонд оплаты труда. Вот в этой сфере мы здесь обеспечиваем в полном объеме. Конечно, есть позиции, которые мы не можем финансировать в полном объеме, но надеемся на то, что в ближайшем будущем будет рассмотрен проект закон о республиканском бюджете, проект законов о бюджете внебюджетных фондов. И в полной мере вступит в бюджетное законодательство в свою силу, и мы будем осуществлять полноценное, масштабное в соответствии с законодательством финансирование. Насколько я понимаю, наше законодательство позволяет сейчас работать в штатном режиме. Это некая такая зеркальная функция предыдущего бюджета. Но все-таки в такой реальности как удается вам сегодня работать? Ведь все-таки одинакового бюджета не бывает, все равно есть какие-то изменения. В такой реальности как вы работаете? Есть особенности, конечно, год на год не похож, в том числе и по объемам финансового обеспечения, по объемам поступлений в бюджетную систему. Но мы понимаем, что есть расходы, которые бюджетом защищены, и мы сегодня опираемся именно на них. Почему здесь необходимо иметь закон о бюджете, а вот и не пользоваться временными мерами по управлению? Дело в том, что если обеспечивается финансированием, допустим, приобретение какого-то имущества, контракт подписан, но мы не можем контрагенту сказать о том, что надо сумму разделить на одну двенадцатую, и мы будем там в течение года платить частями. Так не работает никто, так и не будет работать. Поэтому мы лучше воздержимся до принятия закона в бюджете, а потом уже на условиях, обговоренных контрактом, тогда будем финансировать. Вот сегодня такая позиция. На одном из крайних заседаний парламента обсуждалась, скажем так, шумно одна из тем, это тема инвестора, гражданина Российской Федерации, господина Панова, и нашего гражданина Герия. Все-таки в чем загвоздка, в чем такая, грубо говоря, шумиха вокруг этой темы? Ну, здесь, на мой взгляд, достаточно все очевидно. При подготовке бюджета на 2022 год мы обратили внимание на имеющиеся договоренности, на имеющиеся решения, протоколы межправительственных комиссий между Республикой Абхазии и Российской Федерацией об урегулировании этого вопроса. В свое время создавшаяся на тот момент, видимо, конфликтная ситуация разрешалась достаточно долго, там она с 2018 года длилась, и итогом послужило образование комиссии оценочной. Была осуществлена оценка этого имущества, определены объемы, информация была доведена до российской стороны, потом принято решение о том, что на Республике Абхазии есть официальные документы, несомненно, которые явились основанием для включения подобных расходов в бюджет, о том, что эти бюджетные средства могут быть компенсированы. Условия компенсации, ну, разумеется, понятно, бюджетные средства не могут направляться там в небытие. Средства, которые будут направлены на эти цели, естественно, за счет этих средств будет либо увеличено право, либо будет увеличено имущество государства, это само собой разумеется. В этом случае завод, о котором мы все знаем, говорим, и сложившаяся ситуация, она будет разрешена, завод переходит в собственность государства. Я так полагаю, что это будет в форме, организационно-правовой форме, как республиканское унитарное предприятие, и оно будет в подчинении центрального органа госуправления. Вот здесь, на мой взгляд, достаточно емко есть основания для включения этих средств в бюджет. На самом деле обсуждение, да, имело место, там часто говорили и после сессии об этом тоже говорили. Ну, здесь надо более детально, наверное, предметно это все изучить, и потом принять вот единственное правильное решение. Я думаю, что мы достигнем консенсуса в этом направлении. Это, во всяком случае, характеризует и нас, как государство, и нас, как государство, через бюджетную систему по обязательствам, которые мы должны выполнить. Если мы сможем достигнуть этого, ну, тогда у нас все получится в этом смысле. Какие плюсы для государства иметь такой завод в собственности у государства? Ну, насколько нам известно, этот завод по производству пластиковых труб, он имел и имеет контракты с нашими уполномоченными лицами по реализации инвестиционных программ, контрактов. Госзаказы. Да, несомненно. Там полностью размещены заказы для государственных нужд. Полагаю, что если на этом пути не останавливаться, а двигаться так же, то это хороший выход. Более того, форма унитарных предприятий подразумевает под собой полное управление от лица собственника. Обязательным условием является при наличии прибыли изъятие самой прибыли, чисто, я имею в виду, не менее 20%. Эти инструменты очень хорошо работают. И сегодня, я так думаю, что если мы сможем это сделать и постоянно будем поддерживать государственными заказами, да, ну, тогда будет, конечно, и эффект будет, и прибыльность будет, само собой, разумеется. Я так думаю, что такое производство необходимо поддержать. И в дальнейшем, наверное, в различных формах надо поддерживать. Не только там, в данном случае. В данном случае не идет поддержка прямого бюджетного финансирования отрасли, как таковой. Речь идет о компенсации расходов. Проще говоря, инвестор уходит, завод остается. Да, завод остается в собственности государства. Вот что. Инвестиция конвертируется в данном случае в собственность государства. Иностранно, если так говорить. Эпид-обстановка невозможно обойти все-таки стороной. Хотелось бы узнать в цифрах, какая сумма была за все это время выделена государством на эпид-обстановку для защиты населения, граждан наших. И какая сумма была из фонда президента выделена? Ну, на самом деле, здесь мы об этом часто даем информацию публичную. Вот она там в средствах массовой информации через систему Министерства здравоохранения доводится. Сначала финансовое обеспечение защиты населения от вот этой инфекции коронавирусной потрачено около 900 миллионов рублей. 900 миллионов рублей. Да, это очень масштабные средства. Очень масштабные средства. Я так полагаю, что мы какое-то время еще и будем опираться на приоритетность этих расходов. Со всей уверенностью хочу сказать, что все бюджетные обязательства, которые предусмотрены законом о республиканском бюджете, на эти цели полностью обеспечены финансированием. Более того, с 2022 года вся система, которая, система здравоохранения, все расходные материалы, вся необходимая потребность, которая нужна для борьбы с ковид, ложится на плечи республиканского бюджета. Это сделано в целях того, чтобы не допустить срывов. Конечно, бюджеты территории наших, местные бюджеты тоже могут обеспечивать, но все-таки мы решили в этом смысле не рисковать, чтобы это все было под республиканским уровнем, чтобы сразу обеспечивать финансирование. Резервный фонд президента очень активно используется. Глава государства очень предметно уделяет внимание этому вопросу. Очень предметно. Потребность системы здравоохранения за счет резервного фонда в том числе обеспечивается безукоризненно. За счет средств резервного фонда выплачиваются доплаты нашим медикам. Осуществляется поддержка адресная, прямая поддержка, не связанная абсолютно с приобретением медикаментов, расходных материалов, инструментария медицинского к гудаутскому ковидному госпиталю. Там президент ежемесячно оказывает адресную поддержку. То есть здесь чувствительность такая очень-очень особенная к этому вопросу. И несмотря на то, что с нового года прошло не так уж много времени, а рабочего уж тем более времени, то уже республиканский бюджет на эти цели в текущем году потратил 58 миллионов рублей. Вот такие масштабные расходы мы осуществляем. Часто говорят о том, что не хватает для наших граждан, которые попали в тяжелые эти условия, в больницу, наши ковидные центры, дорогостоящих препаратов, которых мы знаем. На самом деле их физически просто очень сложно достать. Они стали большим дефицитом. И наша система здравоохранения очень активно занимается поиском поставщиков для обеспечения доставки этих препаратов в нашу страну. Поэтому еще раз повторюсь, очень трепетно, очень предметно мы относимся к расходам в этом направлении. Вообще, в принципе, к системе здравоохранения. Беспрецедентный уровень по своей масштабности носит система здравоохранения по финансированию. Свыше полутора миллиардов рублей предусмотрено по стране. Это вот очень-очень большой показатель. Очень большой показатель. Поэтому в системе здравоохранения у нас, разумеется, не только ковид, но и другие мы расходы осуществляем. Реализуем мероприятия по приобретению оборудования, оснащения наших лечебно-профилактических учреждений по различным иным направлениям. Обеспечиваем финансирование расходов на лечение наших граждан за пределами республики. Тоже очень масштабные ресурсы уходят. Кадровое обеспечение осуществляется. Ну и многое-многое другое. То есть здесь программы и мероприятия работают в реальном режиме. Все обращения Министерства здравоохранения рассматриваются, я часто об этом говорю, не день в день, а вот час в час по потребности. И считаем еще раз, и Министерство финансов, и руководство страны, и правительство, несомненно, и внутри в нашем коллективе считают, что это просто прямые приоритетные расходы. По ковиду какая сумма была заложена в новом бюджете? Проект бюджета на 2022 год, мероприятия по предотвращению заболеваний, но уже будем так говорить, наверное, антиковидные расходы, да, уже так емко назовем их, предусмотрены в объеме 250 миллионов рублей. Это достаточно масштабные средства. А вот полагаем, что в случае необходимости, если вдруг понадобится больше, мы, наверное, выйдем с инициативой, чтобы увеличить эти расходы. Пока мы оцениваем их вот в таком объеме, с учетом расходов предыдущих лет. Какие-то расходы были сделаны в форме капитальных вложений, что позволило в 2022 году эти капитальные расходы, ну, естественно, не учитывать, а учитывать вот уже там какие-то другие текущие расходы. 250 миллионов рублей 2022 год, проект на мероприятие по антиковидным расходам. Наше законодательство, так получается, что предоставило Министерству финансов некий такой иммунитет, в котором вы сейчас работаете, оглядываясь на предыдущий бюджет. В таком режиме сколько месяцев вы можете проработать? Ну, вообще, как правило, законодательство наше достаточно в этом смысле защищает не только, вот я хочу сказать, не иммунитет Министерства финансов, а в принципе, наверное, нашу страну, наши бюджетные, наши расходы. В таком режиме можно работать в течение трех месяцев. Но в случае, если закон о бюджете, республиканском бюджете, бюджетах государственных небюджетных фондов, все-таки не вступит по истечении трех месяцев, тогда законодательство позволяет осуществлять в основном текущие расходы. Расходы капитального характера не могут быть осуществлены. Поэтому очень надеюсь, очень-очень надеюсь на то, что вот закон о республиканском бюджете будет принят и вступит в силу. И, наконец-то, мы полноценно будем обеспечивать все бюджетные обязательства. Долги и вещь ответственная, если, конечно, так можно выразиться. Что вы можете сказать по внешнему долгу Абхазии? Какая сумма на сегодняшний день? И в какое время вы все-таки завершите все эти долги? Республика Абхазия в отношении обеспечения своих бюджетных обязательств по внешним долгам, по внешним финансовым обязательствам осуществляет их своевременно и в полном объеме. В конце прошлого года был подписан протокол между Министерством финансов Республики Абхазия Министерством финансов Российской Федерации о реструктуризации внешнего долга. Ну, я так напомню, наверное, под внешним долгом у нас понимается экспортный кредит на восстановление и реконструкцию железной дороги. Реструктуризация под собой подразумевает продление срока погашения суммы основного долга и, разумеется, процентов, соответственно, по нему еще на 5 лет, то есть до 2034 года. Сегодня консолидированный долг, объем составляет 1,3 миллиарда рублей. Повторюсь о том, что обеспечение осуществляется своевременно и в полном объеме. Платежи разбиты в течение года по двум периодам. Это до 15 января каждого финансового года. И это первый период. И до 15 июля второй период. В настоящее время Республика Абхазия вот 57 миллионов рублей до 15 января обеспечила погашение задолженности. То есть в текущем году первый платеж, он был осуществлен с территории Абхазии в качестве погашения бюджетного обязательства, так называемый международный платеж, международные обязательства в объеме 57 миллионов рублей на погашение части основного долга и процентных расходов. Предлагаю с вами выйти в коридор и посмотреть все-таки, в каких условиях вы сегодня работаете. Вы курируете три направления. Это здравоохранение, налоги, таможня. За это время сменилось несколько руководителей. И хочется узнать все-таки, на вашу работу это как-то влияет, когда другое начальство сменяется? Ну, я вот что в этом смысле хотел бы сказать, на самом деле по принятому решению о распределении обязанностей между вице-премьерами, координация деятельности Государственного таможенного комитета, Министерства по налогам и сборам и Министерства здравоохранения возложена на меня. Учитывая основные задачи, функции этих организаций, этих учреждений, нам всегда удавалось и удается в комфортных условиях взаимодействовать. Мы не находим каких-то противоречий. И даже если они случаются, то обязательно в конструктивной беседе, в конструктивной обстановке мы обязательно придем к правильному решению. Я хочу сказать о, наверное, важных направлениях в этой сфере, такое как Министерство по налогам, как таможенный комитет. Это являются для нашей страны самые главные администраторы доходов. Опираясь на их результаты, мы, естественно, формируем и бюджетные расходы. Система здравоохранения, я уже об этом говорил, это на сегодняшний день один из бюджетаемких распорядков родителей, те, которые больше всех получают средства. И поэтому вот эта вот слаженная координация между этими министерствами и ведомствами, включая Министерство финансов, в данном случае позицию как вице-премьера, мы очевидно добиваемся определенных положительных результатов. В полном взаимопонимании между руководителями, несмотря на то, что происходила смена руководства во всех этих ведомствах. Говоря все-таки о социальной жизни, о жилищных программах, есть ли какие-то новшества, будут ли продолжены предыдущие программы, в этом направлении какая работа ведется? На самом деле очень-очень такой трепетный, очень чувствительный вопрос. Как известно, практически в конце прошлого года были приняты решения, ну такие как программа «Жилища-2022», в которой было зафиксировано о бюджетных средствах на реализацию этой программы. Там критерии, особенности, да, работает комиссия в этом направлении. И я вам хочу сказать, что средства, которые были предусмотрены в прошлом году в объеме 40 миллионов рублей, ну вот по тем решениям, по которые смогли довести до Министерства финансов, мы оплатили порядка 28 миллионов рублей. И это абсолютно не говорит, что из 40 миллионов 28 оплачены, а остальные, значит, они остаются в стороне. Абсолютно не так, все продолжается, все продолжается в текущем году. Лица, которые по решению комиссии должны получить сертификат, а за сертификатом, естественно, и жилье, они обязательно, обязательно получат. И уже сегодня, на сегодняшний день мы обеспечили финансирование порядка, там, 12 миллионов рублей. Это вот текущий период. Поэтому в данном случае программа работает, продолжает работать, вернее, и полагаю, что она будет иметь и в обозримом будущем, и на следующий бюджетный период и свое продолжение. Здесь очень важно оказывать социальную поддержку нашим гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию у улучшения их жилищных условий. А вот мы порой читаем заключения комиссии, да, вот условия, в которых находятся наши граждане, ну, действительно требуют оперативного вмешательства государства. И вот мы стараемся поддерживать финансово. Отступить хочу немножечко от серьезных таких тем и хочу узнать, что вас вдохновляет на работу? Или все-таки вы уже привыкли, что вот утром нужно на работу, вечером домой. Все-таки вы с душой ходите на работу? Ну, если бы было бы по-другому, конечно бы, я так бы не относился к своей работе. Я, естественно, прежде всего очень люблю дело, чем я занимаюсь. Я про себя могу сказать, что я все свои знания, старания, умения прикладываю при реализации своих полномочий. Несомненно, меня еще очень-очень вдохновляют люди, с которыми я работаю. Я прежде всего говорю о моем, нашем коллективе в Министерстве финансов, это очень высококвалифицированные, профессиональные люди. В Министерстве финансов сочетается такая гармония, наставничество с молодежью. То есть опытные специалисты передают свои знания молодым людям. Коллектив для меня очень важен. Очень важен. Я с удовольствием смотрю, как они трудятся. Мы взаимно друг друга дополняем. Любые решения, которые будут реализовываться на территории нашей страны, то есть имеют нормативно-правовой характер, мы стараемся эти решения обсуждать коллегиально и потом принимать решения, чтобы не допустить каких-то ошибок, либо увеличения каких-то рисков. Сегодня мы затронули все самые актуальные и интересные темы, на мой взгляд. Хотелось бы познакомиться с вашими сотрудниками, посмотреть, как сегодня проходит работа, так как практически весь рабочий день мы сегодня проведем у вас в гостях. Если возможно, поручите кому-нибудь, кто сегодня нас познакомит. Да, несомненно, я думаю, продолжит путь в этом смысле. Вот первый заместитель министра финансов, фирма Федоровна Амичба. Долгое время работает в нашем министерстве. Очень квалифицированный, опытный специалист, занимает высокую позицию, очень ответственный человек. И, Ерма Федоровна, я вас попрошу по основным направлениям деятельности министерства финансов, можете рассказать нашим коллегам, друзьям, показать, чем занимается министерство финансов каждый день. Хорошо. Спасибо большое. В студии министерства финансов шесть управлений основных, которые занимаются деятельностью в целом по министерству финансов. Вот одно из управлений, контрольно-ревизионного управления. Тут трудятся 15 единиц, то есть 15 по численности штатной, включая начальника управления. Начальником управления является Хорхмал Гиви Зауриевич. Коллеги, здесь размещаются специалисты контрольно-ревизионного управления. Сегодня сотрудники, которых вы можете видеть наглядно, это с учетом того, что сегодня у нас один заболевший ковидом, три человека находятся в изоляции, это нас далеко не пугает, так как мы уже два года продолжаем выполнять свои обязанности, как я сказал, высшие в условиях пандемии ограничительных мер. Как известно, контрольно-ревизионное управление осуществляет функции государственного контроля непосредственно последующего контроля. Для этого созданы все, в том числе нормативные условия, материально-техническое оснащение и, соответственно, квалификация сотрудника позволяет нам говорить очень громко о выполнении своих функций и задач, на которых мы не оставляемся. Ежегодно наращиваются объемы, ежегодно увеличивается план контрольных мероприятий, в том числе внеплановых. Независимо от условий, которые вредят здоровью и жизни наших сотрудников, все исполняют в полном объеме приказы Министерства финансов. Здесь нужно проявлять не только высокий профессионализм, а еще быть до такой степени осведомленным, чтобы объяснять представителям контроля, ведь ревизоров мы не всегда встречаем с объятиями, бывают разные ситуации, но в каждой ситуации мы выходим достойно, потому что действуем строго в рамках законов, практически не поступает замечание к материалам, которые мы составляем по итогам контрольных мероприятий и при этом исполняем все обязанности, в том числе направляем по результатам контрольных мероприятий предписания с указанием сроков и указанием основных финансовых и не финансовых нарушений, которые действительно с требованиями устранить их. Кроме того, с помощью административного регламента работы КРУ Министерство финансово принимает все меры бюджетного реагирования, направленные на устранение нарушений, направленные на их недопущение впредь. Это такие меры, как бюджетное предупреждение, сокращение лимитов, приостановка операций по счетам и многое другое. То есть все поручения нашего руководства выполняются в полном объеме. На сегодняшний день всем необходимым сотрудники обеспечены? В присутствии сотрудников могу уверенно ответить, что всеми необходимыми условиями для исполнения своих обязанностей сотрудники контрольно-регулизионного управления с помощью и поддержкой руководства Министерства финансово обеспечены в полном объеме. За что отдельная благодарность, но это не привилегия, а ответственность, потому что еще больше нас потягивает к исполнению своих обязанностей. Недавно я у вас была в гостях, и вы меня знакомили с сотрудниками. Меня очень заинтересовала женщина вот за этой дверью. Хочу, чтобы вы познакомили всю страну именно с ней. Почему именно? Сейчас такой очень интересный момент. Главный бухгалтер всей страны. Знакомимся. Вот следующее управление. Начальник управления бухгалтерского учета, отчетности и методологии в Республике Абхазии. Начальником является Дали Киут Валикоевна. Уже долгое время работает с нами. Вот мы тоже учились у нее. Можно похвалиться этим. Очень много опыта и знаний она передала нашим и продолжает передавать нашему молодому поколению, что радует, конечно, всех нас. Можем пройти в отдел, где, в принципе, сидят сотрудники. Проведите нас, пожалуйста, познакомьтесь с вашими сотрудниками. Вот здесь трудятся наши почетные специалисты, у которых мы учились. Вот заместитель главного бухгалтера Сангуля Ляна Ивановна, главный специалист управления Критиня Заира Евгеньевна. Очень долгое время трудятся. Мы все у них учимся до сих пор. Так что очень приятно. Сколько лет вы уже здесь, получается, трудитесь? Я 27 лет. 28 лет. Вот у истоков. Да, да. Вот они и начинали. Легкой работы. В министерстве также работают и молодые специалисты. Сегодня мы с ними познакомимся. Здесь отдел нам предоставит информацию. Какой отдел, какую работу вы сегодня здесь ведете? Представьтесь, пожалуйста. Я Амичка Осмат, работаю в управлении бухгалтерского учета, отчетности и методологии. Моя работа заключается в оформлении документов, по финансированию объектов мероприятий. За счет средств финансовой помощи предоставлено Российской Федерации в соответствии с соглашением между Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Республики Абхазия. Как сегодня молодые люди чувствуют себя в закрытом пространстве, в кабинетах, когда тем более хорошая погода, хочется выбежать, выскочить? Что вас удерживает в кабинете? У нас коллектив очень хороший, дружный. Атмосфера такая дружелюбная, с теплотой относимся друг к другу. Естественно, я думаю, что такие условия способствуют хорошей работе. Это тоже является стимулом для работы нашего коллектива. Какой следующий отдел, который мы сейчас с вами посетим? Следующее управление – это планирование доходов и экономического анализа, как раз непосредственно, где формируется доходная часть республиканского бюджета, а также основные параметры государственного бюджета. Пойдем? Начали. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот управление планирования доходов и экономического анализа. Начальником управления является Завшева Диана Зуровна. Трудятся здесь 4 человека. Вот в их руках вся доходная часть бюджета. Как вы оцениваете работу? Очень положительно оцениваем, несмотря на то, что 4 единицы трудятся. Объем работы очень большой у девочек, все равно они справляются. Здравствуйте. Здесь еще одно управление. Расскажите вообще, какой деятельностью здесь занимаются? Я вижу, здесь достаточно сотрудников у вас уже. Это управление бюджетной политики, в структуру которого входят три отдела. Вот один из отделов – это отдел бюджетной политики в сфере обороны, правоохранительной службы, службы государственного управления и судебной власти. Данный отдел занимается непосредственно с нашими распорядителями, в виде которых они находятся. И, пользуясь возможностью, я здесь себя свяжу, поколение молодой, представителем молодежи, хочу поинтересоваться ее работой. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Добро и Нала. Какую работу вы сейчас ведете? Вот я вижу, у вас очень много здесь документации, с чем это связано. Наш отдел принимает участие в подготовке проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год после принятия закона, доведения лимитов бюджетных обязательств на содержание ведомств также на очередной финансовый год. Кроме этого, анализ расходных обязательств, учреждений в нашей сфере. Также организация ведения мониторинга бюджетного учета. Сколько лет вы уже здесь работаете? Шесть лет. А где вы учились? Вообще расскажите о себе. Мне очень интересно. Посмотрите, молодежь, которая сидит в описах, меня всегда удивляет. Я училась в Москве, в финансовом университете при правительстве Российской Федерации, в направлении государственной муниципальной финансы. Практика у вас какая? До этого где-нибудь работали? Нет, первое место работали. И сколько лет уже? Шесть лет. Шесть лет. Вы довольны своей работой? Вы не думали о том, что взять, вот сейчас вот схватить вот свой телефон, выйти и уйти отсюда? Нет, ни разу. В смысле, вы реально с желанием работаете, вас устраивает вообще именно работа с цифрами, все, что это связано. Получается, что это вот прям профессия, которую вы сами выбрали целенаправленно. Получается, да. Все, легкой работы, спасибо большое. Вот следующий отдел. Здравствуйте. Бюджетной политики в сфере социального обслуживания и науки. Начальником отдела является Шинку Басита Анатольевна. Трудятся также вот главные специалисты наши, молодые, как вы заметили, у нас немало молодых специалистов. Я тут немножко навела шума, вот у меня охота за молодыми специалистами. Бытует мнение, что в кабинетах сидят только люди преклонного возраста. И вот мне интересно узнать. Расскажите о себе, в первую очередь представьтесь, как вас зовут, фамилия, где вы учились? Меня зовут Дзадзария Хамида. Я окончила Абхазский государственный университет, экономический факультет. Училась я на кафедре финансы и кредит. Окончила не так давно, работаю в министерстве финансов полтора года уже. Что вас привело в эту деятельность? Я довольно давно выбрала для себя профессию, еще когда училась в школе. Затем, после того, как поступила в университет, начала глубоко изучать именно это направление. Это всегда было мне интересно. И когда я начала работать в министерстве финансов, еще раз я подкрепила в себе уверенность в том, что я выбрала ту специальность, которая мне интересна, которая мне нравится. Здесь я заметила, что есть немножко такой разрыв возрастной. Ну и молодежь есть, и люди, которые у истоков создания стоят. Как у вас складываются взаимоотношения? Все-таки есть ли такой спор о ци и дети? Или все-таки вы смотрите на их как на старших, как на учителей, у которых можно чему-то научиться? Да, в этом плане мне, конечно, очень повезло, потому что коллектив очень действительно хороший. Я как-то сразу с первых дней влилась. Для меня это было очень важно. И найти общий язык сразу с сотрудниками. Действительно, у нас работают люди разных возрастов, но это люди, у которых можно чему-то учиться. То есть это люди с большим опытом, с большим стажем. И, конечно, для меня это очень важно, так как я работник относительно новый. И каждый день я получаю от них только новый опыт, новые знания, которые могу использовать на практике. Вот наше юридическое управление. Начальником юридического управления является Ажибаэта Валюхович. Трудятся 4 единицы здесь, 4 человека. Несмотря на их такое маленькое количество, они на высоком уровне справляются со своими служебными обязанностями. Вы начальник юридического отдела. Для начала представьтесь и расскажите о своей деятельности. Меня зовут Ажиба Валюхович. Я руковожу подразделением правового обеспечения Министерства финансов. Основной деятельностью данного подразделения является подготовка заключений по нормативно-правовым актам, попадающим в Министерство финансов. Мы даем соответствующее видение дальнейших действий, возможных последствий. Координируем министра в части тех вопросов, по которым он непосредственно поручает. Мы участвуем активно в консультации соседних подразделений по всем косвенным соприкасающимся с юриспруденцией вопросами. Штатная численность у вас не такая уж и большая. Как вы справляетесь с поставленными задачами? Задачи поставлены, стоит необходимность оперативного решения. К сожалению, не так много квалифицированных кадров можно на сегодняшний день найти. И действительно, большая нагрузка падает на плечи сотрудников данного подразделения. О чем можно свидетельствовать конкретными цифрами? Прошедший год у нас, получается, официально прошло почти 347 документов при расчете на 240 с лишним рабочих дней, на трех сотрудников. Если говорить еще о документации, которая не регистрируется, то есть то, что проходит между подразделениями, это договора, консультации, возможные проекты будущие, то с учетом их это свыше 500 документов в год. Это на три человека. Я надеюсь, в будущем мы как-то еще найдем сотрудников, еще одно место, я думаю, нам предоставят, и мы сможем расширить этот вопрос. Я тут огляделась по сторонам, вы работаете в таком цветнике, и все-таки как вы оцениваете работу своих сотрудников по шкале квалификации? Я вам скажу следующим образом. Вне зависимости от квалификации сотрудника и опыта работы, каждые пару лет он должен проходить повышение квалификации. Это обязательное условие должно быть, на мой взгляд, во всех органах, ввиду того, что человек, привыкая к однообразной работе, он теряет квалификацию в других областях, а юриспруденции, экономики или другие области, они постоянно требуют нового. У нас такого рода опыт уже проходил, в 2019 году меня в том числе и ряд коллег из других органов, юристов, отправляли на повышение квалификации в высшую школу экономики. Буквально 5-7 дней, это новый взгляд, новое дыхание. По-другому ты можешь посмотреть на те решения, которые принимал здесь ранее. Спасибо большое, легкой работы. Спасибо большое. Вот следующий отдел, который входит в структуру управления бюджетной политики. Сам отдел называется отдел межбюджетных отношений. Занимаются они регулированием деятельности и координацией работы между всеми бюджетами всех уровней. Это бюджеты города сухом, районов, а также внебюджетных фондов. Молодые специалисты тоже трудятся в данном отделе, работа у них тоже налажена, поставлена. С вашего позволения хочу задать вам несколько вопросов, на которые вы должны ответить, так скажем, не задумываясь. По десятибальной шкале какую оценку вы поставите себе как министру финансов? Ну, я, наверное, на этот вопрос отвечу достаточно емко. Мы не оцениваем работу по шкале. Все-таки у вас цифры. Мою работу оценит общество. В общем, как вы оцениваете работу, структуру в целом? Структуру министерства финансов я оцениваю достаточно высоко. Это одно из министерств, которое можно назвать достаточно консервативным. И в этом смысле мы здесь задаем тон повышенной ответственности. И поэтому я считаю, что на высоком уровне работа министерства финансов строится. В любом деле бывают сложные, переломные моменты. У вас такое было? Были сложные, переломные моменты, если говорить о работе. Да, они связаны, конечно. Они связаны, когда наблюдаешь нестабильность финансовой системы. Когда надо принимать быстрые и правильные решения. Только от таких решений может зависеть ситуация, которая должна менять общую картину к лучшему. Ведь министерство финансов это всего лишь в данном случае обеспечивает реализацию государственной финансовой политики. Обеспечивает финансовое обеспечение задачи, функций государства. Государство ставит через законы, через другие решения задачи, а финансово обеспечит их необходимо. И вот когда судьбоносные решения необходимо принимать, вот это, конечно, очень важные моменты. Ярким примером может явиться 2000 год, практически весь 2021 год на фоне пандемии. Здесь надо было принимать в сложных условиях очень быстрые и правильные решения. Конечно, когда средств много, тогда, наверное, и полегче. А когда становится тяжелее, вот тогда и творческие таланты, как говорится, тоже шире раскрываются. Ну и нам пока удается удерживать ситуацию. Полагаю, что именно так будет продолжаться и в будущем. Только в плюс, только с нарастанием, только в целях устойчивого развития экономики. Одними социальными расходами, одними расходами на потребление жить невозможно. Это мы все прекрасно понимаем. Поэтому этапы развития бюджетной инвестиции в социальную сферу, это важно. Бюджетные инвестиции в экономику, несомненно, поддержка субъектов предпринимательства, это тоже важные позиции. То есть задача государства в этом смысле обеспечивать не только основные задачи и функции, которые уже прописаны в законе, но и смотреть на перспективу вперед. В том числе через реализацию бюджетных полномочий. Продолжите мысль, Родина это? Родина это, наверное, мой народ. Вот, наверное, так. Родина, да, это мой народ. Наверное, так будет правильнее сказать. У нас, наверное, не должно быть приспособления. Там, где мне удобно, там и моя Родина. Родина это там, где родился, там, где ты воспитываешься, учишься, обучаешься. И, естественно, потом все, что ты воплотил, отдаешь своей Родине. Вот это, наверное, важно, да, это народ. У вас очень много молодых сотрудников, и все-таки подрастающее поколение — это наше будущее. Смотря вот на подрастающее поколение, вы испытываете гордость? У нас все-таки есть будущее? Я здесь, наверное, в голосе с уверенностью могу сказать о том, что оно есть, несомненно есть. Вот я имел возможность и имею до сегодняшнего дня возможность заниматься преподавательской деятельностью в нашем высшем учебном заведении государственном, в Абхазском государственном университете. И хочу сказать, что подготовка специалистов там осуществляется, вот она на самом деле от сердца осуществляется. И сегодня мы наблюдаем то, что многие выпускники нашего университета, там других образовательных учреждений являются специалистами, а многие и руководителями, лицами, которые принимают решения, действия которых распространяются на всей территории в нашей стране. Министерство финансов в этом смысле не исключение. У нас очень тщательно осуществляется подбор кадров. Достаточно высокий процент работников у нас окончили высшие учебные заведения как Республики Абхазия, так и с Российской Федерацией с красным дипломом. И успешно выполняют свои обязанности. Я, наверное, повторюсь, но здесь очень важный аспект, вот этот, наверное, инструмент наставничества. Мы в тесной взаимосвязи с молодыми людьми, буквально предметно, по прикладному показываем, как, что должно быть. А их светлые умы нам дают возможность, подсказку для принятия новых решений, совершенствования в этой сфере. Вот этот симбиоз, он дает положительный эффект. Полагаю, что у нашей молодежи очень хорошее будущее. И уверен, что в обозримом будущем мы много-много хороших имен услышим. Говорят, в падающем самолете атеистов нет. Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Я, наверное, попрошу прощения за то, что я не смог что-то сделать полезного, еще полезного. Честь или деньги? Да, безусловно, первое. Спасибо большое. Я думаю, что мы можем с вами завершить на этой ноте. Надеюсь, что у нас получится с вами очень интересная беседа. Надеюсь, до новых встреч. Спасибо, Рената. Спасибо вам большое. Мы всегда рады видеть вас в финансовом ведомстве страны. Всегда готовы поделиться объективной, достоверной информацией. Прозрачность, гласность, публичность финансового органа, она вот налицо. У нас есть информационные ресурсы, есть доступ к различной информации. Мы всегда готовы поделиться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...